Приветствую, Wells. Я вижу достаточно серьезный уровень тревожности, а вы пишите, что в основном вы описываете тревожности в тракт, осенние угрозы. Это если мы говорим про панические атаки. Низкий уровень эмоционального интеллекта, если мы говорим про эмоциональные скачки, то есть некую неустойчивость эмоциональную, да, непонимание того, что вам нужно, например, с чего вы хотите. Вот. И я думаю, что при условии, если вам не нравится ваше состояние, если вам оно не устраивает, но вы при этом делать ничего не делаете, для того, чтобы это изменить, ну, то есть не обращаетесь к специалистам, говорите, что вы боитесь. Я вам верю, что вы боитесь, но здесь есть проблема. Она заключается в том, что, вполне вероятно, вам это состояние что-то дает. Может быть, она спасает вас от ответственности, может быть, позволяет вам не делать чего-то, что вам нужно делать в любом другом случае. Вот. Тут, конечно, вариантов достаточно много может быть, но правда вы заключаете именно в этом. И, на мой взгляд, в первую очередь, работать нужно с этими вещами. Пока что вы находитесь в тупике, то есть вы, значит, не можете жить так, как вы живете, вы не можете сделать, чтобы что-то изменить, да, как вам быть, спрашиваете вы, ну, по факту, других вариантов нет. То есть тут либо решать проблемы с помощью специалистов, либо не решать проблемы, оставаться в проблеме. Поэтому никаких волшебных рецептов не существует. Я бы, наверное, задал бы вопрос еще вам. Таким образом, вы боитесь специалистов из-за чего? Чего вы боитесь? Именно вот в специалистах чего вы боитесь? Вам как-то присняли боль, вам угрожали, вам вас травмировали? Ну что? Вот. Это важно. Такая вот история, я полагаю. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова